Азербайджан был вынужден пойти на силовой способ решения карабахского конфликта из-за полного безразличия со стороны так называемых посредников и западных партнеров. Эта победа далась стране нелегко, но доказала миру мощь Азербайджана. Большая география, большая военная сила. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы организация циркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Об этом президент Ильхамалиев заявил на церемонии инаугурации. Карабах и восточный Зенгизур станут новой точкой опоры экономического развития Азербайджана, указал президент Ильхамалиев на церемонии инаугурации. Уже сейчас темпы восстановления освобожденных от оккупации земель носят беспрецедентный характер. Байден худший президент в истории страны. Он разрушает Соединенные Штаты Америки. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам на битинге в Дымойне, столице штата Америки. Баку придает большое значение развитию азербайджано-сербских отношений, построенных на взаимном уважении и поддержке. Об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева главе Сербии Александру Вучичу по случаю национального праздника республики. Азербайджанский лидер выразил уверенность, что в интересах народов двух стран и впредь продолжат совместные усилия с целью полного использования огромного потенциала азербайджано-сербской дружбы, дальнейшее усиление стратегического партнерства. Ильхам Алиев подчеркнул, что недавнее открытие газового интерконнектора «Сербия-Болгария» является очередным наглядным примером успешного и устойчивого сотрудничества в энергетической области. Азербайджанский лидер пожелал счастья и успеха в делах дружественному народу Сербии. Азербайджан вступил в новую историческую эпоху. За годы президентства Ильхама Алиева страна прошла впечатляющий путь развития. Независимая внутренняя и внешняя политика главы государства привели к укреплению позиций страны на мировой арене и долгожданному восстановлению территориальной целостности республики. Общенациональный лидер Гейдар Алиев запомнился азербайджанскому народу как решительный и дальновидный политик-руководитель, буквально возродивший страну из пепла. Однако его дело не могло остаться незавершенным. Ответственная миссия по продолжению курса общенационального лидера в 2003 году легла на плечи Ильхама Алиева. Новоизбранный глава государства сразу же приступил к проведению реформ, направленных на укрепление политической и экономической стабильности в стране. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свои позиции в качестве самостоятельного, надежного партнера и игрока не только в регионе Южного Кавказа, но и на международной арене. Ставив приоритет стратегические интересы своего народа, Ильхам Алиев добился уважения со стороны многочисленных иностранных партнеров Азербайджана. Азербайджан реализовал и железнодорожные проекты, и нефтегазовые. Они включают множество стран. И не просто с одного континента. Надо еще учитывать, что президент Азербайджана несколько лет возглавлял движение непроисоединения. Это 120 стран. При том, что в Организацию Объединенных Наций входит в 193 страны. Фактически получается, что большое количество стран по клинике в течение нескольких лет они координировались и сбоку. За годы президентства Ильхама Алиева в Азербайджане произошли значительные социальные изменения, развитие культуры, поддержка инновационных проектов, проведено значительное обновление системы здравоохранения, вложены значительные инвестиции в систему образования, в развитие инфраструктуры, перечислены успехи грамотно выстроенной внутренней политики страны происходили на фоне продолжавшейся оккупации 20% территории Азербайджана со стороны Армении. Переизбравшись на четвертый президентский срок, Ильхам Алиев поклялся избавить страну от сепаратистской нечисти и восстановить территориальную целостность республики. Спустя два года азербайджанский народ убедился в том, что слова Ильхама Алиева – это не рядовые предвыборные обещания. Господин Ильхам Алиев создал экономику мира, а не экономику войны. Как правило, с тем, чтобы восстановить свою территориальную целостность, для того, чтобы вести успешные, скажем так, военные действия на театре военных действий, необходимо иметь сильные вооруженные силы. Именно вот этим выделяется подход Ильха Алиева от других, которые в истории есть. Восстановление территориальной целостности страны далось нелегко. Ради светлого будущего своей родины погибли тысячи отважных сынов Азербайджана. Жертвами армянской агрессии стали десятки мирных жителей. Однако Азербайджан был вынужден пойти на силовой способ решения конфликта из-за полного безразличия к проблеме Азербайджана со стороны его, так называемых, западных партнеров. Многочисленные встречи в рамках печально известной минской группы ОБСЕ ни на миллиметр не приблизили решение конфликта, что было только на руку стране-оккупанту Армении. Горе-посредники годами уклонялись от прямых обязанностей, безучастно наблюдая за нескончаемыми армянскими провокациями на линии соприкосновения. А в перерывах между этим, как бы парадоксально не звучало, указывали на мифическую угрозу территориальной целостности Армении, призывая Азербайджан истинную жертву агрессии уважать суверенитет страны-агрессора. Восстановление территориальной целостности Азербайджана, утверждение полного суверенитета, реализация независимой внутренней внешней политики не входила именно в интересы тех самых мировых держав, поскольку оно могло нарушить однополярный мир. Их видение Азербайджана, к примеру, 2050, совершенно было другим, нежели видение нашим президентом господин Мюхам Алиевым. Вторая Карабахская война завершилась блистательной победой Азербайджана и разгромом армянской армии. Баку начал притворять в жизнь грандиозный план по возвращению на освобожденные территории бывших вынужденных переселенцев, параллельно осуществляя строительные, восстановительные и работы по разминированию в регионе. При этом последующие три года постконфликтного периода Азербайджан терпеливо ждал от капитулировавшей Армении выполнения всех взятых на себя обязательств, главным из которых был полный вывод всех вооруженных сил Армении с суверенной территории Азербайджана. Однако Ереван отнесся к трехстороннему заявлению с такой же безответственностью, как ранее к четырем резолюциям ООН. Деструктивные шаги Еревана побудили Баку напомнить ему о мощи железного кулака. «Азербайджан, немедленно предприняв необходимые шаги, заслуженно наказал врага. Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, и всего за один день все стоящие задачи были выполнены. Террористы были наказаны, и Армении еще раз было продемонстрировано, что на любую их провокацию будет дан достойный ответ. В результате начавшихся вчера около 13.00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет». Первые выборы на всей суверенной территории страны. Именно так внеочередные президентские выборы 7 февраля вошли в историю Азербайджана. Ильхам Али воспользовался своим избирательным правом в Ханкинди, в том самом городе, который еще недавно сепаратисты называли своей столицей. Ханкинди, откуда так называемые лидеры сепаратистского квазиобразования, то и дело бросались громкими словами в адрес Азербайджана и личной Ильхама Алиева. Очередная поездка Ильхама Алиева в Ханкинди стала своего рода символом торжественного триумфа Азербайджана. За эти годы Азербайджан взрастил поколение, готовое в любой момент пожертвовать собой ради благополучия Родины. С такими отважными сынами и мудрым лидером в лице Ильхама Алиева в стране не страшны никакие преграды. Никакие внешние силы не способны заставить Азербайджан отказаться от взятого курса. Курса на успех и процветание. Фарид Аделов, Си-Би-Си. Тема продолжим с нашим гостем Гейдар Мирза, военный журналист, аналитик, к нам подключается. Здравствуйте, Гейдар. Здравствуйте. Впервые, наверное, в истории независимого Азербайджана нет уже проблем ни с сепаратизмом, ни с оккупацией. Вот как сказал президент, проведенная в сентябре антитеррористическая операция еще раз показала мощь наших вооруженных сил. Вот как вы считаете, какой вектор развития ждет Азербайджан уже в ближайшие 7 лет? Да, вы совершенно верно отметили, что, в принципе, главной темой речи господина президента во время его инаугурации было то, что было сделано до сих пор. А из этого, естественно, самое важное – это восстановление территориальной целостности Азербайджана. И что нас ожидает в будущем? Я думаю, что со своей стороны, как военно-аналитика, я хотел бы привлечь внимание вот к тем нескольким «если», которые господин президент подчеркнул в своей инаугурационной речи. Это «если Армения не перестанет, если не прекратятся притязания, если то, то не будет заключен мирный договор». А если не будет заключен мирный договор, то это означает, как минимум, состояние ни войны, ни мира. Это означает, как минимум, то, что несколько дней назад мы видели. То есть очередная, ну, с одной стороны, как бы неожиданная, с другой стороны, в принципе, логически вписывающаяся в поведение армян до сих пор провокация, свидетелем которой мы стали. Поэтому вполне ожидаемо, что господин президент еще раз подчеркнул то, что военно-промышленный комплекс будет развиваться так же, как он развивался до сих пор, а вооруженные силы, они будут примерными, я бы их так назвал, потому что мало вооруженных сил сейчас в мире, которые могут подкрепить свои слова реальными действиями, достижениями. Именно об этом говорил господин президент. Ну, Ильхам Алиев действительно назвал укрепление армии одним из приоритетов на посту президента Азербайджана. Вот все-таки вот сейчас, если мы говорим о сегодняшнем деле, какие предпринимаются шаги для дальнейшего развития наших вооруженных сил? Самой важной темой в развитии вооруженных сил Азербайджана на данный момент являются те реформы, которые, в принципе, они проводились еще до 44-х дневной войны, но после победы 2020 года, мы все помним, что господин президент в начале 2021 года объявил о том, что вооруженные силы Азербайджана переходят на турецкую модель. И с тех пор, кстати, прошло уже несколько лет, и мы стали свидетелями конкретных достижений в этой области. Смотрите, у нас появился фактически новый род войск. Команду, который, знаете, несколько лет не просто появился, он был обкатан в реальных боевых операциях, в том числе и в последних операциях, свидетелями которых мы были. Помимо этого, мы, например, стали свидетелями того, что в Азербайджане появились три специализированных военных учебных заведения. Это военный колледж особого назначения для подготовки прапорщиков вооруженных силах Азербайджана. Это все часть перехода на турецкую модель, которую, в принципе, мы называем турецкой, по сути, это натовская модель. И в существенной части этот переход уже завершился. Но многое будет продолжаться. Смотрите, несколько дней назад, если говорить о военно-технической составляющей процесса, мы все стали свидетелями того, как господин президент фактически представил то, что мы очень давно ждали. Это появление АКНДЖ, бесплодного летательного аппарата турецкого, в нашем распоряжении. Это действительно как минимум несколько месяцев мы все этого ждали. Это очень хорошая новость, которая также сигнализирует направление, в котором вооруженные силы Азербайджана будут развиваться в дальнейшем. Это высокотехнологичное измерение. Это то, что Азербайджан, в принципе, должен делать совместно со своими первоклассными зарубежными партнерами, первоклассными, в первую очередь, наши турецкие братья, конечно же. Ну, действительно, сегодня предпринимаются все необходимые шаги по дальнейшему развитию наших вооруженных сил. Это и закупка необходимого вооружения, техника, создаются новые вооруженные соединения. Давайте ответим на такой вопрос. Каким вызовом должны быть готовы наши вооруженные силы? Очень интересный вопрос. Вызовы, в первую очередь, это вызовы, которые были до сих пор. Потому что, смотрите, еще раз я вернусь к тому, что сказал господин президент, если не прекратятся притязания, если не изменится политика Армении, то не будет мирного соглашения. То есть, эта часть относится к тому, что было до сих пор. То есть, как минимум, будут провокации с той стороны, как минимум мы должны будем отвечать или предпринимать какие-то превентивные действия. Почему нет? Соответственно, будут столкновения. К этому мы должны готовы быть. Помимо этого, мы видим, что в последний месяц у Армении, скажем так, появились своего рода коучи, которые имеют претензию на активную роль в этом регионе. Надо быть готовым к тому, что это будет не просто коучинг, а, как мы видим уже в последние месяцы, будут появляться конкретные образцы европейских, в данном случае пока еще вооружений, в распоряжении вооруженных сил Армении. И эти вооружения, какими бы они не были несущественными, они могут стрелять и они могут участвовать в определенных действиях против Азербайджана. Соответственно, надо делать выводы. И в этом направлении тоже вооруженные сила Азербайджана будут готовы. Если говорить о террористической угрозе, например, в промежутке между 2020 и 2023 годами, эта опасность была намного выше, чем сейчас. Почему? Потому что, как минимум, угрозы на тех территориях, которые отступили уже нет, потому что нет личного состава, в кавычках, того, что именовалось армянскими подразделениями или же то, что именовалось буржуными силами АГР. Все это уже история. Поэтому террористическая угроза существует, но она изменилась. Она проявила как бы другой характер. Это второе измерение. И третье – это то, что в долгосрочной перспективе, если все-таки, не дай бог, мирное соглашение не будет заключено, то, соответственно, Азербайджан должен быть готов к этому противостоянию. Также не только, если мы говорим о вооруженных силах, то это в том числе информационное измерение, это в том числе и социум, это в том числе и ожидания наши и прочее. Но в данном случае, я думаю, все это не окажет влияние на те реформы, которые в вооруженных силах Азербайджана уже идут. Переход на турецкую систему должен был бы быть в любом случае, вне зависимости от того, что, предположим, восстановил бы Азербайджан территориальную целостность так быстро или нет. Военные колледжи, они так и так создавались бы. Новые образцы вооружений, например, те же самые Аркенджи, они так и так должны появляться в наших вооруженных силах. То есть у нас есть определенный вектор, который универсален, вне зависимости от того, какова будет степень тех угроз, с которыми мы столкнемся. Это новые будут угрозы или какие-то новые вызовы. Это все учтено. Ну, как сказал Ильхам Алиев, мы создали такую армию, что никто не может нас задеть и не посмеет это сделать и в будущем. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Кейдар Мирза, военный журналист, аналитик, к нам подключался. 44-дневная Отечественная война показала несгибаемый дух. Воля азербайджанского народа, а также мощь азербайджанского государства. Народ объединился в единый кулак и все исторические и стратегические задачи были решены всего за 44 дня. Об этом заявил президент Азербайджан Ильхам Алиев на церемонии инаугурации. Как отметил глава государства, значимость Азербайджана в мире растет и единство народа должно быть вечным. Сегодня Азербайджан – это сильная страна, с которой считаются во всем мире. Республика успешно развивается в политическом, экономическом, социальном и других направлениях. Однако так было не всегда. Азербайджан долго и упорно добивался территориальной, политической и энергетической независимости. В начале 2000-х перед страной стояло множество целей – реформировать армию и вернуть оккупированные Армении территории, разместить более миллиона беженцев и построить сильное государство. Избрание Ильхама Алиева президентом Азербайджана в 2003 году ознаменовало новый период в истории страны. Республика стала активно вовлекаться в международные организации, строить и укреплять отношения с другими странами. Азербайджан столкнулся с беспрецедентно сложными проблемами и, тем не менее, смог их решить. И поэтому авторитет страны на международной арене растет. Сегодня Азербайджан – это страна привлекательна не только с точки зрения экономического сотрудничества. То есть в отношениях с Азербайджаном другие страны могут не только заработать денег. Это страна, которая привлекательна с морально-этической точки зрения. Это страна, у которой есть своя идентичность, есть свой голос в международных отношениях. Как отметил в ходе выступления на церемонии инаугурации президент Ильхам Алиев, идеологи и принципы азербайджанства давно утвердили в стране. Эта идеология и принципы – одно из ценнейших наследий, оставленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Все народы, проживающие в Азербайджане, живут единой, дружной семьей. Очевидно, что республика будет часто сталкиваться с идеологическими провокациями и попытками создания недоброжелательными негативного имиджа. Однако никто и ничто не способны сломить дух азербайджанского народа. И, как признают эксперты, внешнеполитический успех Азербайджана напрямую связан именно с консолидацией общества внутри страны. Внутри страны народ консиделировался вокруг президента, объединяясь и сплоченно, как одна команда, как один сплоченный народ. Всегда поддерживал президента, всегда поддерживал шаги, которые он предпринимал для защиты национальных интересов Азербайджана, включая интересы Карабаха. Решительность Азербайджана стала основой успеха страны на региональном и глобальном уровнях. Как не раз отмечал Ильхам Алиев, никто не вправе говорить с Азербайджаном на языке угроз и вмешиваться во внутренние дела страны. Долгие и бессмысленные обсуждения на международных площадках главной проблемы Азербайджана, Карабахского вопроса, ни к чему не привели. В итоге Азербайджан собственными силами восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, доказав тем самым, кто утверждал, что Карабахский вопрос не имеет военного решения, насколько глубоко они ошибались. И главную роль здесь, помимо объединения народа вокруг своего лидера и веры в победу, несомненно играет сильная армия. Сегодня Вооруженные силы Азербайджана – одни из лучших в мире. Ее тактику ведения боя изучают в ведущих военных институтах мира. Вооруженные силы Азербайджана на Южном Кавказе, среди республик постсоветского пространства, занимает одно из ведущих мест. И вы знаете, что золотыми буквами героизм наших солдат, вооруженных сил, вписавшие свое победоносное слово на 44-й войне, на сегодняшний день на устах многих специалистов, которые изучают опыт ведения боевых действий современной войны, а также применения новых видов вооружения. Сильное государство – это сильный лидер и сплоченный вокруг него народ. Как отметил Ихам Алиев, силы, которые не могут переварить блестящую победу Азербайджана над Арменией, пытаются и будут впредь пытаться разобщить общество Азербайджана. Но их усилия напрасны. Единство Азербайджана будет вечным. Эллада Мамедова, СИБСИ. Благодаря выверенной внешней политике президента Ильхама Алиева Азербайджан завоевал непререкаемый авторитет на международной арене. Успех в Совете Безопасности ООН, председательство в движении «Неприсоединение», проведение одного из самых престижных мероприятий по климату КОП-29 в Баку – все это стало возможным благодаря четким дипломатическим шагам Ильхама Алиева. Международный авторитет Азербайджана сегодня ни для кого не является секретом. Об этом накануне, выступая на церемонии инаугурации, заявил президент Ильхама Алиев. Сильная политика, мощная армия, внутренняя стабильность, единство народа и власти – вот основные факторы внешней политики республики. Азербайджан сегодня является не только ведущим государством Южного Кавказа, но и его экономическим, политическим и гуманитарным центром. Результатом динамичного и новаторского развития под руководством Ильхама Алиева стали большие успехи, которых добилась республика, и которые обеспечили укрепление ее позиций в мировом масштабе. Наша внешняя политика и впредь будет очень ясной, будет открытой. И сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику. Если бы это было не так, то 155 стран не избрали бы нас в Совет Безопасности ООН. Если бы это было не так, то 120 стран не избрали бы нас председателем движения неприсоединения. Если бы это было не так, то мировое сообщество не приняло бы решение о проведении в Азербайджане конференции КОП-29. Успех Азербайджана в Совете Безопасности ООН стал доказательством авторитета страны в вопросах установления международного мира и безопасности. Важный вклад Ильха Амалиев нес в структурное и институциональное развитие движения неприсоединения. Азербайджан возвысил эту международную структуру до уровня глобального центра силы. Показателем доверия к республике стало и принятие единогласного решения о проведении в Азербайджане очередной 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29, считающейся одним из самых крупномасштабных и престижных мероприятий в мире. Неслучайно Азербайджан в новейшей истории был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Он возглавил и, можно сказать, возродил движение неприсоединения. Во внешней политике Азербайджан стал образцом для так называемых стран третьего мира, воздерживаясь от превращения в инструменты, площадки борьбы мировых держав. А наоборот, проводя внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов. В этом отношении Азербайджан стремится активизировать солидарность мусульманских, тюркских стран, а также движение неприсоединения. В ситуации, когда в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права, Ильхамом Алиевым неоднократно поднимались вопросы безопасности на международных площадках, в том числе на саммитах организации тюркских государств. Сегодня страны ОТГ, объединяясь на единой платформе, становятся силовым центром. Подписаны важные документы, заявления, сделанные в ходе многочисленных визитов Ильхама Алиева в страны-члены ОТГ, а также визиты руководителей этих стран в Азербайджан, расширяющееся сотрудничество между тюркскими странами. Всё это – реалии сегодняшнего дня. Наша семья – тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами организации тюркских государств. И наша политика – усиливать организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население. И мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. По мнению экспертов, статус ОТГ укрепляется не только как перспективное объединение, набирающее авторитет в Центральной Азии, но и в качестве региональной структуры, превращающееся в важное звено современной системы международных отношений. Последние два года после того, как организация Тюрксой превратилась в организацию тюркских государств, произошло не только переформатирование его, скажем так, внешнего бренда, но и произошло переформатирование содержания. Дело в том, что эта организация начинает набирать все больше и больше вес. Она обретает вес во всех отношениях. Если раньше Тюрксой, сама по себе по названию, предполагала только культурное взаимодействие с тюркских стран, то теперь взаимодействие идет по всем направлениям. Это, прежде всего, конечно же, экономика, культура, но также и политика, геополитика и военные отношения. Азербайджан – это государство, с мнением которого не просто считаются, но и прислушиваются к нему. Успешные инициативы, выдвинутые Баку, внесли весомый вклад в решение глобальных проблем. Ильхам Алиев заставил весь мир уважать Азербайджан и принять новые реалии в регионе Южного Кавказа. Азербайджан – сильное государство, и в будущем его мощь будет только расти. А тем, кто не сможет с этим смириться, останется только наблюдать. Необоснованные обвинения, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил на заседании правительства, носят цель создать напряженность в регионе, заявили в МИД Азербайджанам. Следует отметить, что называть агрессией меры, принятые Азербайджаном в ответ на ранения военнослужащего, означает фальсифицировать факты. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне. Также было полезно дать разъяснение, почему до сих пор не были выполнены обещания Министерства обороны Армении о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также уточнить, на каком основании на пограничных постах Армении наемники, принадлежащие различным военным группировкам, подчиняются Министерству обороны, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Община Западного Азербайджана также прокомментировала клеветнические заявления Пашиняна. Вызывает смех тот факт, что страна, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территорию Азербайджана, теперь обвиняет Азербайджан во вмешательстве во внутренние дела Армении, говорится в заявлении общины. Представленная Николом Пашиняном небылица о том, что 31 армянское село якобы находится под оккупацией, свидетельствует, что Армения не намерена возвращать 8 азербайджанских сел, которые до сих пор находятся под оккупацией. Эти заявления также показывают, что Никол Пашинян, позиция которого в обществе становится все слабее и который испытывает проблемы внутри своей команды, стремится в поисках выхода из данной ситуации, намерена обострить ситуацию и нарушить мирный переговорный процесс, подчеркивается в заявлении общины западного Азербайджана. В Баку в университете Ада состоялась научно-практическая конференция-семинар на тему международный арбитраж в глобальном мире, вызовы фундаментальным понятиям и перспективам. Мероприятие состояло из четырех сессий, были проведены научные дискуссии на тему независимых сторон в арбитраже и будущие перспективы арбитража. В ходе конференции декан юридического факультета университета отметил, что основной целью проведения таких мероприятий является подготовка нового поколения юристов. Юридический факультет нашего университета постоянно взаимодействует и организует совместные мероприятия с местными международными юристами, а также с международными организациями. Данный симпозиум проходит очень своевременно, так как в январе этого года был принят новый закон об арбитраже Азербайджана. Это первое международное событие после принятия нового закона. Я надеюсь, что данная конференция задаст темп развития арбитража в нашей стране. В январе месяце этого года был утвержден закон об арбитраже. На данной конференции приняли участие международные организации, представители зарубежных высших учебных заведений. Эта конференция, посвященная теме арбитража, состоялась при совместной деятельности юридических факультетов нашего и Нью-Йоркского университетов. Основной целью проведения данного мероприятия – на международной арене обсудить принятый ранее закон об арбитраже. В Баку в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» при поддержке Молодежного фонда Азербайджана Общественного объединения поддержкой и просвещением молодежи Азербайджанского технического университета прошла встреча со студентами на тему «Ходжалинский геноцид глазами Резе Дегати». Во встрече принял участие живущий во Франции известный фотограф Резе Дегати, чьи снимки жертв Ходжалинского геноцида, учененного армянами, разлетелись по всему миру. Дегати представил вниманию собравшихся некоторые из снимков, сделанных им по следам Ходжалинской трагедии. Как отметил исполняющий обязанности исполнительного директора Азербайджанского молодежного форума Гадир Халилов, с приближением 32-й годовщины Ходжалинского геноцида фонд усилил работу по информированию молодежи об истории этой трагедии. Он также отметил, что вскоре планируется проведение соответствующих мероприятий и в других городах Азербайджана. Наш фонд уже провел ряд мероприятий. Мы также планируем провести новые встречи с молодежью в городах Ходжалы и Агдам. В этом году наш фонд в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» объявил о проведении фотоконкурса «Ходжалинская трагедия глазами молодежи». По условиям состязания, при подготовке конкурсных работ молодежь может использовать возможности искусственного интеллекта. Таким образом, посредством современных инструментов мы сможем полнее донести до молодежи информацию о Ходжалинской трагедии. На встрече Резад Дегати подчеркнул, что посредством кадров, сделанных им в Ходжалы, он старается довести до мирового сообщества правду о тех событиях. Отметим, что Дегати уже больше 40 лет проводит в странах Европы тематические выставки своих работ, посвященных Азербайджану. По его словам, благодаря своей профессии он побывал во многих странах, делая репортажи из самых горячих точек мира. Но то зверство армян, с последствиями которого он столкнулся в Ходжалы, потрясло его больше всего. Фотограф признался, что эту боль он пронес через всю свою жизнь. Когда произошла Ходжалинская трагедия, я находился в Париже. Несмотря на трудности, я сделал все для того, чтобы приехать в Азербайджан и посетить те места. Я увидел, в каком состоянии находились жители Ходжалы. Не верилось, что такое могло произойти. А потом стали приносить тела погибших. И тогда я осознал масштабы трагедии. Мне удалось донести до всего мира правдивую информацию об этом геноциде, учиненном армянами. Но проблема в том, что шла настоящая информационная война. И армяне пытались выставить себя не агрессорами, а жертвами. После капитального ремонта в поселке Кешляни Заминского района сдан в эксплуатацию парк. В обновленном парке установлено около сотни новых скамеек. Созданы все условия для организации детского досуга, в том числе спортивная площадка. В парке высажено около двух сотен сосен и около сотни кипарисов. Более трех тысяч декоративных кустов. Парк оснащен системой полива растений, новыми системами освещения и камерами видеонаблюдения. В поселке продолжаются работы по реконструкции кварталов и дворов. Продолжаются работы по строительству автодороги Кельбаджар-Лачин. Ее протяженность составляет почти 79 километров. Подробнее о ходе работы расскажет моя коллега Слатын Мирзаева. Слатын, добрый вечер. Добрый вечер, Телли. Да, действительно, в данный момент идет строительство. Десяти из семнадцати тоннелей прокладываются водопроводы. Кроме этого, обнародована полная сумма инвестиций в Карабах и восточный Зенгезур за прошлый год. Ну а о деталях вложений я расскажу в выпуске «Финтаймс Карбарен». Экономика Азербайджана характеризуется высоким уровнем динамизма. Успех страны обусловлен грамотной экономической политикой, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева. В республике созданы надежные гарантии устойчивого развития всех отраслей. Проводимая за последние 20 лет социально-экономическая политика Азербайджана обеспечила экономический успех страны. Положительные результаты обусловлены не только наличием прибыльной нефтегазовой отрасли. В Азербайджане развиваются и другие отрасли, такие как туризм, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство и другие секторы экономики. Экономические результаты января этого года обнадеживают, указал президент Ильхам Алиев в своей речи на церемонии инаугурации. ВВП страны увеличился на 5%, а в ней нефтяном секторе рост более чем на 12%. Это обнадеживающий показатель, свидетельствующий о том, что мы потихоньку восстанавливаем темпы своей экономики. Для сравнения могу сказать, что в 2003 году наш валовой внутренний продукт составлял 7 миллиардов долларов, а по итогам прошлого года этот показатель равен 72 миллиардов долларов. То есть это главный показатель развития нашей экономики в течение 20 лет. Если в 2003 году наши валютные резервы составляли 1,6 миллиарда долларов, то сегодня это уже 69,5 миллиардов долларов. Посмотрите, насколько мы увеличили наши валютные резервы за эти 20 лет. Это один из главных факторов, обеспечивающих нашу экономическую и финансовую независимость. Здоровая финансовая система позволяет Азербайджану проводить независимую политику. Страна является ключевым мировым игроком в добывающей отрасли и гарантом энергетической безопасности. Так, природный газ уже экспортируется в 8 стран. Основной спрос со стороны Евросоюза. К Азербайджану поступает все больше просьб о помощи, указал глава государства, отметив, что Баку, как надежный партнер, всегда готов помочь тем, кто нуждается. В будущем наша экспортная география расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении «Абширон», являющемся нашей второй после месторождения «Шах-Денис» ресурсной базой. И, наверное, в ближайшем будущем мы приступим ко второй стадии разработки этого месторождения. В следующем году намечена добыча газа с глубоко залегающих пластов месторождения «Азерич-Рах-Дюнашли». Это тоже увеличит нашу ресурсную базу. Кроме того, есть предложения от многих иностранных инвесторов для начала добычи на нефтяных и газоконденсатных месторождениях «Умит» – «Бабек», «Шафак», «Асиман» и «Карабах». Через Азербайджан сегодня проходит большое количество международных транспортных коридоров, в их числе север-юг, средний коридор, южный газовый коридор и другие. В стране реализовали все необходимые инфраструктурные проекты, обновлены железнодорожные инфраструктуры, автомобильные дороги, морской порт, судостроительный завод, который сегодня работает на полную мощность. Конечно, мы проложим работу в транспортной сфере. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр. Нам поступают обращения из запада, из востока, из севера, из юга. Вся транспортная инфраструктура на территории Азербайджана находится в рабочем состоянии. Просто на некоторых железных дорогах нужно провести модернизацию, и мы это делаем. Изменение геополитической ситуации в мире в ближайшем будущем, наверное, невозможно. В таком случае потребность в нашей транспортной инфраструктуре еще больше возрастет. Экономические достижения Азербайджана усилили политический вес страны на мировой арене. Сейчас в стране начинается новый период, который будет характеризоваться очередными успехами в социально-экономическом развитии. В частности, достигнутыми благодаря усилиям президента Ирхама Алиева. В прошлом году в Карабахский и Восточно-Зенгизурский экономические районы Азербайджана было инвестировано почти 6,5 миллиардов монатов. По данным Госкомитета по статистике, в основной капитал Карабаха было направлено 2,4 млрд. млн. монатов, 97% которых потрачено на строительно-монтажные работы. За год наибольшие инвестиции вложены в Шушинский район свыше 76 млн. монатов. В прошлом же году вложения в основной капитал по всему Восточному Зенгизуру составили 3,9 млрд. млн. монатов. Здесь по привлечению инвестиций лидирует Лачинский район – 1,563 млрд. млн. монатов, или 39,5%. В то же время промышленное производство в Карабахском и Восточно-Зенгизурском эконом-районах Азербайджана за прошлый год превысило 261 млн. монатов. Между тем продолжается строительство автодороги Кельбаджар-Лачин. Ее протяженность составляет почти 79 км, сообщает Госагентство автомобильных дорог Азербайджана. Работы ведутся согласно поручению президента Ильхама Алиева. В настоящее время на отдельных участках автомагистрали проводятся земляные работы, прокладываются водопроводы, водные каналы и каменные ограждения. Успешно продолжается строительство 10 из 17 тоннелей по маршруту. Они также обеспечат безопасное движение зимой в условиях сильного снегопада и морозов. Автодорога Кельбаджар-Лачин начинается от села Камышлы Кельбаджарского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Лачинского района. Новый путь обеспечит легкий доступ ко многим населенным пунктам, а также центру района и строящемуся Международному аэропорту Лачин. Общая длина 17 тоннелей, которые планируется построить вдоль автодороги Кельбаджар-Лачин, в составе 13 300 метров. В 7 завершены земляные работы. В туннелях с условными названиями Т6, Т7 и Т10 продолжаются буровые работы. Они очищаются от горных пород и грунта методами бурения, взрывных работ и дробления в обоих направлениях, включая вход и выход. В остальных проектируемых тоннелях работы планируется начать поэтапно. Эта автодорога, соединяющая Кельбаджарский и Лачинский районы, имеет 2, 3 и 4 полосы движения и строится по первой и второй техническим категориям. Кроме этого, на четырёх гидроэлектростанциях Азер-Энержи в Лачинском районе произведено более 77 миллионов киловатт-часов зелёной энергии. При этом было сэкономлено 18 миллионов кубометров газа и предотвращен выброс в атмосферу около 32 тысяч тонн углекислого газа, отметили в Азер-Энержи. В настоящее время в Лачинском районе продолжается строительство ещё петель гидроэлектростанции общей мощностью более 40 мегаватт. Уже полностью завершены работы на ГЭС Акбулак мощностью более 14 мегаватт. Завершены строительные и ведутся монтажные и накладочные работы на ГЭС Акбулак-2, Гарагышлак мощностью 4 мегаватта, Мирик в 3,5 мегаватт и Забух мощностью почти 3 мегаватта. Данные пять гидроэлектростанций также планируется ввести в эксплуатацию в рамках года солидарности во имя Зелёного мира. Налоговая политика Азербайджана станет одним из основных инструментов экономического регулирования. Об этом говорилось на налоговом форуме в Баку, посвящённом достижению целей устойчивого развития. О том, как налоговое регулирование сможет обеспечить успешный энергопереход, мы узнаем в следующем сюжете. Фискальное налоговое регулирование – это инструмент, обеспечивающий переход к зелёной экономике. Об этом на открывшемся в столице Азербайджана налоговом форуме сказал исполняющий обязанности министра экономики Микаэл Джабаров. Мероприятие проходило под темой «Налоговая система в новый период развития. Стратегические цели для устойчивой экономики». По словам главы фискального ведомства, при экспорте продукции рассчитывается и углеродный след, из-за чего применяется дополнительное налоговое бремя. «Независимо от нашего желания, ряд государств, а также страны, которые являются нашими торговыми партнёрами, уже приняли свои законы. Когда продукция, произведённая у нас, отправляется в эти государства, рассчитывается углеродный след этой продукции и применяются дополнительные налоги, квоты, ограничения. Этот процесс будет постепенно расширяться и охватывать страны. Поэтому, если мы хотим сохранить конкурентоспособность наших предприятий, мы должны своевременно обсуждать эти регуляторные инструменты». Чтобы смягчить последствия изменения климата, Азербайджан реализовал ряд мер, таких как наращивание возобновляемых источников энергии и разработка более эффективных зелёных технологий. Подготовлен законопроект, нацеленный на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в результате экономической деятельности. Также документ предусматривает создание и регулирование системы углеродных кредитов и торговли квотами на выбросы углерода. «Важно, чтобы налоговая политика поощряла бизнес-предприятия к принятию зелёных инициатив, инвестированию в проекты устойчивой энергетики и поддержке инвесторов, которые применяют экологически чистые технологии, создают зелёный рост и используют возобновляемые источники энергии. Предоставляя налоговые льготы и стимулы предприятиям, которые внедряют экологически безопасные методы, мы можем способствовать переходу к более зелёной и устойчивой экономике». В свою очередь, государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» нацелена на то, чтобы к середине столетия стать компанией, способствующей энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе. «Сокар» сегодня находится в начале процесса трансформации и осуществляет свою деятельность в цепочке создания стоимости нефти и газа. Компания ставит цели к 2035 году стать компанией с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса и профилем выбросов на уровне мировых лидеров энергетики. А к 2050 году – компании, способствующие энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе. Налоговая служба Азербайджана является активным участником процесса формирования доходов бюджета страны, обеспечения экономического развития и поддержки предпринимательства. В прошлом году дополнительно обеспечено поступление в бюджет в размере 1 миллиарда 100 миллионов монатов. Новые вызовы, стоящие сегодня перед нашей экономикой, показывают, что налоговая политика станет одним из основных инструментов экономического регулирования в реализации экономической политики в предстоящий период. На новом стратегическом этапе развития страны возрастает ориентация на результат налоговой политики, которая может быть гибко адаптирована к целям по обеспечению устойчивости экономики, её увеличению и ускорению темпов роста. Государственная налоговая служба разработала и стратегию деятельности на 2024-2030 годы. Документ обеспечит поступление в госбюджет, пресечение случаев уклонения от налогообложения, предотвращение незаконных налоговых преимуществ у субъектов бизнеса. На форуме отмечалось, что за последние годы налоговая политика и администрирование в мире трансформировались под влиянием глобализации и цифровизации. На международном уровне эти преобразования происходят раз в жизни и означают, что налоговые службы всё больше и больше сотрудничают друг с другом. Многосторонние соглашения и общие правила становятся всё более распространёнными. Азербайджан продемонстрировал свою приверженность, присоединившись к итоговому заявлению по двухкомпонентному решению в июле 2023 года. К 2025 году 95% всех крупных многонациональных предприятий будут находиться под действием налоговых правил. Их действенное применение в различных юрисдикциях требует многостороннего подхода к налоговому администрированию, включая предотвращение и разрешение споров. Эффективное применение таких правил может реально повлиять на государственные финансы. Вопросы решения транспортных проблем и пути диверсификации экспорт обсуждались на встрече представителей Ассоциации транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана и экспортеров. По словам участников встречи, транспортные проблемы возникают при выходе местных экспортеров на новые рынки. Как сообщает агентство по поощрению экспорта и инвестиций Аспрома, также стороны обсудили вопросы в сфере транспортных и экспедиторских услуг, морских перевозок грузов, в том числе быстрой доставки скоропортящихся продуктов на европейские рынки. Ну что ж, на этом у нас все, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Телли? Спасибо большое, Салатын. Наш выпуск тоже подошел к концу. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова